Привет-привет, меня зовут Саша, канал Душно. В гостях Денис. Всем привет. У нас слепые затесты. Да. Ты как? Отлично. У меня тоже какое-то настроение боевое. Мы с тобой долго не записывали. Это первое наше видео в 2024 году. Я как-то прям по-боевому настроен. Да. У нас здесь, смотри, 15 или 14 отливантов. Да, про щедрость мы сейчас поговорим отдельно от пользователя с культовым каналом Говножопус. Но там произошла какая-то драма на канале. Мы не будем в нее вдаваться, но канал переименовался. И он теперь XXXXXXXOpus. Тоже неплохо, хотя Говножопус, конечно, было великое название. Но если тегать канал, там по-прежнему Говножопус. А, понятно. Владелица этого канала Майя. Майя очень экстравагантная девушка. У нее, во-первых, есть видео на ютубе. Ты не смотрел? Пока нет. Я тебе в перерыве покажу. Это что-то. Не, не, ну, мы все знакомы. У Майя небольшой канал, так что это естественно. И вам предлагаю посмотреть. Смотри, Майя королева странного макияжа. Такого прям нарядного в таком драг-стиле. Даже немножко. Это прям для меня как произведение искусства. У Майи очень хорошее чувство юмора. Я надеюсь, что она какие-нибудь комментарии нам написала. Ну и вкус парфюмерный у Майи тоже неплохой. Поэтому я жду здесь Сарченели, лютанцев редких. Ну, в общем, вот что-то такое. Будет смешно, если Майя налила нам Баракаров. Потому что здесь, конечно, очень щедро. Здесь то ли 14, то ли 15 от Левантов. Потому что конвертиков 14, но есть еще ноли. Я не пойму, то ли это какой-то разогревочный аромат. Но, скорее всего, это вводное письмо. Сейчас мы его прочитаем. Вот. Да, щедрость Майя отдельного заслуживает внимания. Ну и, разумеется, видео на 15 ароматов мы разделим на две части. Первая выйдет у меня. А вторая, видимо, уже в следующем году, выйдет на канале у Дениса. В следующем году. Это была такая небольшая подколка, потому что я выпускаю быстрее. Слушай, ну смотри, нулевухи здесь нету, да? Точно, я вижу 3.1, 3.2. Может быть, это для тебя и для меня. 3.1 и 3.2, при этом конверт 3. А может быть, там внутри две бумажки. Может быть. Ну, хорошо, что это заметил. Ой, Майя, уже интересно, да? Да. Майя хулиганная. У меня уже паничка. Паничка, да, сейчас все запутаем нормально. Так, нулевухи нету, давай прочитаем письмо. Может быть, станет понятнее. Но я сейчас еще одним глазом взгляну, если я увижу там какую-то пирамиду. Нет, нет, это чисто письмо. Все, смотри. Ноль мы вскрыли. Теперь у меня паничка, что камера не записывает. Я проверю. Нервные слепые затесты. Приветствую вас. Итак, письмо. Привет. Меня зовут Майя, и я парфманьяк. Это очень эмоциональная подборка, так что заранее, простите меня, получилось 15, но вы поймете, почему. Ну вот оно 3 поделено на 2, видимо, да. Ну я что-то заинтригован прям как-то, да. Нам надо в какой-то момент не перепутать пропаничку и контроль, чтобы более-менее пополам было и в моем канале. Ну да ладно. Так, ну давай начнем с первого аромата. Они у нас как бы не разложены, я где-то видел единичку, сейчас мы будем ее... Вот, на. О, спасибо. Вот, хорошие от Леванто. По-моему, вот эти не вонючие от Леванто. Да, приятные. Вопрос, Майя, поскольку через тебя шла коммуникация, может быть, какое-то было напутствие, ну вот не в письме? Нет, просто там ничего. Окей, все так, да? Небольшая история. Прихожу я забирать на пункт выдачи боксбри эту посылку. Майя живет в Москве, я живу в Москве. И, короче, прикинь, оказалось, что мы в один пункт Майя принесла эту посылку, и я забирал, мы что-то не договорились как-то, то есть она даже не путешествовала, так что обогатите. Мы живы вообще, типа, рядом. Да, да, мы, ну там Майя не живет рядом, но бывает часто рядом, и я не пойму, что мы заранее это решили не обговориться. Но, с другой стороны, знаешь, иногда меня так бесит встречаться с кем-то. Нет, я понимаю, что-то, да. Ну, потому что, блин, состыковка, кто-то опаздывает, кто-то что-то меняется. А пункты, ну там стоят 250 рублей, посылка, да? Ну, ты точно ее забираешь в каком-то месте. Вот такая вот была история. Мне кажется, все истории сегодня про какую-то странную подборку, поэтому я жду вот что-нибудь такого. Кожурные цитрусы. Цитрусы тебе? Да. Причем я бы сказал, что чуть-чуть с такой вот кислинкой лимона, она прям такая вот, знаешь, я пью иногда, мама говорит, пропивай витамин С. Пропивай витамин С. Вот, и вот ощущение вот этой таблеточки, цитрусы, которая... А ты шапочку делаешь? Да, да, да. Которые вот как раз таки вот. Причем она такая, вот знаешь, такой ядреный лимон. Здесь витамины были со вкусу мутенка. Интересно, как полезно иногда тебе первому давать говорить, потому что у меня, у меня абсолютно другая картинка. Ну, знаешь, мне иногда, когда есть какая-то ассоциация, сразу хочется вперед полезть и поделиться. А ты рассказал, смотри, у меня не так. Я думаю, что здесь есть цитрусы. Но цитрусы для меня здесь несут вспомогательную какую-то роль. В первую очередь, наверное, это для меня фужер. Такой странненький. Фужер плюсует. Причем я даже не пойму, здесь не угадывается какая-то конкретная травка. Ну, здесь может быть лаванда, например, но я не могу сказать, что я ее чувствую. Скорее сено. Меня уносят во всякие вербены. То есть вот эта трава с ощущением... Вот знаешь, как флокситанист, вот эта отдушка вербена, да? Там мылоги для души. Мне вот для вербены немножко не хватает какой-то свежести. Для того, чтобы назвать какую-то конкретную траву. Для меня вот скорее такого сено. И еще, мне кажется, здесь мускуса. А мне очень свежо вот с этой шипучестью. Причем... Чисто вот по ощущениям, это, я думаю, не он. Меня относят чуть-чуть вот в чай с базиликом малинаровский, который у меня есть. Я его не очень хорошо помню. Но, кстати, чайность могу некоторую здесь тоже предполагать. Да, зеленый чай, мне кажется, должен быть. С такой вот... Наверное, такой в пакетиках часто бывает. Вот он с такой химической чуть-чуть отдушечкой. То есть это не натуральные там положили ингредиенты, добавки. А вот она такая химозненькая. И даже вот, ты знаешь, по вайбу меня относят чуть-чуть в горсоновскую соду. То есть вот это ощущение вот этой... Знаешь, я не знаю, как это называется. Какая-то пена, бурление. То есть вот прям... Пузырьки тебе. Ну вот, мне здесь нету пузырьков, нету электричества. За это электричество часто всякие пачульки почему-то отвечают в базе. Вот бывают они такие колючие. Мне здесь ничего такого нету. Цитрусы мне тоже невзрывные. Короче, по-разному мы обрисовали пирамиды. Давай проощрение. Для меня это действительно мог бы быть какой-то вообще чуть ли не колонь гарсоновского типа. Не классический цитрус, а какой-то такой странный. Приглушенный. Ну, видимо, это вариант такого аромата чистоты. Да, соглашусь. Искусно-цитрусово-фужерно, может быть, немножко древесный. Мне скучно. Мне такое носить неинтересно абсолютно. Кстати, базилик там мог бы быть, мне кажется. Тебе нравится? Мне приятно, но как будто бы, вот опять же, я сказал про Т-базилик. Он мне вроде закрывает эту тему. То есть, множить эти ароматы на полке не хочу. А так, приятно, но я бы просто сносил бы от Ливан, если бы вдруг он ко мне прилетел. Ну, опять же, вот прям специально забирать, мне даже не хочется. Я его точно себе не оставлю. Для меня скучно. Кстати, водянистый, если еще есть. Может быть, там какие-то вот фрези и магнолии. Для меня скучно. А сегмент это какой, думаешь? Слушай, ну, я бы сказал, может быть, люксик. Ну, или это может быть ниша, но прям вот такая, знаешь, как типа линейка вот-вот Сержа. Ну, вот туда, то есть, могло бы быть там, да. Ну, смотри, это что-то странное. Лакрима Хилдисельяния. Первый раз слышу. А, пожалуйста, зацените этот бренд. Это так забавно. Fuck you, Жанкар, пирамида для лохов. А, пирамида снег. Ну, про водянистость ты не зря, я сказал. Ну, кстати, да. И про какую-то альтернативную колонистость, да? Вот так вот, ну, как бы про свежесть какую-то, это. Ну, не знаю, что-то Лакрима. А при чём здесь Лакрима, распятие, снег. Не очень понимаю. Всё как-то в одно. Какая-то эклектика. Чё-то мне не очень понравилось. Ну, как бы, да. Он не плохой, я не могу его поругать, но просто для меня это скучно. Ну, предлагаю наносить второй. Да. Давай я как раз это сделаю. Так мы как-то обстоятельно. Ну, мы прям так поливо, да. Так, ещё два. А что это такое за бренд? Мне кажется, это вообще что-то не очень дорогое итальянское. Да, два почему-то мы в этом масленистом мутный. Не с какой-то невзвесью, а какой-то чень, что там масло плавает. Береги свою одежду. Так, да. И мою заодно. Так. Ну вот, меня уже смущает вот это. Из чего я сделаю вывод, что это может быть вообще не парфюмерия. Или это какой-то вот масляный прикол. Потому что, посмотри, ну действительно масло там. И ощущение, вот, учитывая, что Майя такая как бы шаловница, я так понял. Блин, Майя ещё и какой-то, я не пойму до конца. То ли парфюмер, то ли учатся на парфюмерах. Так что здесь вполне может быть компонент. То есть она имеет доступ к каким-то. Да, Майя, извини, если я не так словил, если ты на самом деле не занимаешься этим. Ну, что тут по постам или мне так... Слушай, мне ужасно это что-то напоминает. Мне это напоминает, во-первых, пятую молекулу с кукурузным подвалом. Подвал, да, да. Вот этими корнеплодами сырой земли. С сырой гнилой картошечкой. Да. Причём не отвратительно гнилой, а вот чуть-чуть такой тронувшийся вот пакет с какими-то овощами. Я не могу сказать, свюк. Картошка с глазками уже. Да, картошка с глазками. Какой-то овощной он. Вот реально вайп вот этой пятой молекулы классической. Я её почему не смог и носить, потому что для меня... Знаешь, что мне часто в комментариях пишут, нет, вот там попробуйте так-то, так-то откроется по-другому. Не могу как-то. Вот для меня всё равно вот этот мешок такой пыльновато-сыроватый, влажный в погребе. И мы слово не упомянули, кажется, ещё не разу, но плесень. Плесень, ну почули, наверное, да. Если это всё-таки парфюм, как бы, а не какой-то прикол, да. Почули выведенные в такую странную сторону. Может быть, это вот какие-то тряпки, если ты оставляешь влажные. Да, 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 да. Вот они немножко научатся доедеть. При этом я не могу сказать, что это как-то прям отвратительно. Нет, нет, у меня вообще нет плохих ассоциаций, потому что не знаю, как у тебя позволить себе такое лирическое отступление. У нас на даче в детстве вот был погреб, то есть у нас прям в доме открывалась вот эта дверь, и там был спуск вниз, просто вырытый, как бы, котлован. Там не было стен, там просто была вот земля, земля, да. И мы там хранили, соответственно, всё, что вот за лето, скажем так, было нажито, собрано. Мне туда нравилось, кстати, спускаться, какие-то такие ощущения, дети подземелья чуть-чуть, да. А ты там так спускаешься, там какой-то такой, какие-то, не сказать, катакомбы, но так. Небольшое помещение, вот размером, ну буквально вот с комнатой, как мы сидим, наверное. Поэтому, ну так, интересный опыт. Но в принципе, да, всё. Затихает он как-то, затихает. И тебе не кажется, что аккуратнее становится? Вот я не понимаю, то ли это от другого аромата, то как будто бы даже, если долго всматриваться в пустоту, она начинает смотреть в себя, но я как будто бы уже слышу здесь и какие-то немножко, около полутора будет такой чуть-чуть. Ты знаешь, а меня унесло что-то типа мускуса Кублайхана. И у меня есть ощущение, это просто моя теория, что вот опять же, если вдруг подтвердится то, что ты сказал, что майя, скажем так, имеет отношение к фемерной сфере, может там, например, налить нам какие-то вот абсолюты, да, или там, как это называется, ну ингредиенты, да. Вот я бы сказал, что может быть, это какой-то вот цибетин в абсолюте. Животинка, да? Да, вот или там, касториум. Вот у меня такие мысли. А может, это пятая молекула, собственно, какая-нибудь? Там кашмиран. Ну, может, это кашмиран. А, может быть. Но всё равно какая-то вот животность есть. Прям, знаешь, чем дальше, тем больше для меня вот этой шкурки. Я так скажу, что мне даже приятен этот аромат. Даже, я сейчас думаю, мускусно как-то звучит. Он звучит уже каким-то зверем, таким лохматом. Ну вот, про что я говорю. Чистым довольно. Приятно. Ну, в принципе, да, я тоже настаиваю, думаю, что это может быть ингредиент. Но бывают же духи нишевые, с немножко масляным. Да, да. У Александра Джей, у Профум Рома. Ну, давай вскроем. Да, извини, да. Да, мы чуть-чуть таки виделись. И сразу хочется много чего сказать. Я вообще, знаешь, что я хотел сказать? Я понял, безусловно, но я понял, за что люблю слепые затесты. У меня с начала года как-то хорошо идёт покупка флаконов, в заказ флаконов. И мне прям хочется, чтобы здесь было вдохновение. Что тебя... Да, ну пока нет. Ни первый, ни второй, конечно, мне не нужен. Ну что, смотрим? Давай. Так, ну это парфюм. Да. Да. Under the Arbor, CB, это, наверное, I Hate Perfume. CB, I Hate Perfume. В смысле, я не найду парфюм. CB, это, может быть, инициалы... А, ну, наверное, это парфюмер, если он. Вот, Кристофер Броссуан. Текстура земли, древесный нот, двоймок. Вы знаешь, что самое обидное? Про текстуру земли у меня была мысль, и что-то вот не высказала. Позвучим. Ну ладно. Хотя так часто бывает. Да, часто. И, главное, никто не проверит, я, наверное, думаю, что сижу, выпендриваюсь. Да. Как в детстве, когда падаешь с качелей, всё очень быстро проходит, как будто тут есть что-то сладко-солёное. Вот солёное нету, а сладкое... Май, вот если ты заметил, я в какой-то момент сказал, что чуть-чуть как будто бы пудрить начинает. Ну, кстати, ощущение вот этих качелей на площадке. Это новомодная площадка, а вот уже все там подержались за эти качели, там, и они такие металлические. Есть, наверное, да. Ну, такой авангард-авангард. Да, да, да. То есть я бы не стал поносить или, знаешь, на какие-то вот мероприятия, где нужно прям вот... Так, мы подобрались к тому, что мне очень интересно по свету. Ну, наверное, из 3.1-3.2 первый будет 3.1. Давай, я нанесу 3.2 тогда, и потом мы попробуем коллегиально понять, о чём речь. Интересно, может быть, может быть, Майя как бы дала один из них для тебя, другой для меня. Да, может быть, это какая-то версия МЖ какого-то аромата. А, может быть, да. Ой, чудной тоже. Ой, Майя нам наложила, я уже чувствую. Ой, Майя нам, я чувствую, положила сюда таких каких-то экстравагантных штучек, так что ничего не угадаем, я подозреваю. Так, ну можно я скажу прям... Для меня пока пахнет ацетоном, вот жикостью для снятия лака для ногтей. Я помню, вот у мамы была, когда я был маленький. И вот... Мне нет. Дальше уходит, но всё равно остаётся вот эта индустриальность. Индустриальность однозначно. И пахнет, знаешь, какими-то вот стройматериалами. Да. Я их не очень прям хорошо различаю. Вот хочется говорить какие-то, знаешь, краски, алебастер, гуашь. Криозот немножечко, который вот шпалами чуть-чуть пахнет. Пахнет, кстати, вот у меня почему-то такое ощущение, не ощущение, воспоминания из начальной школы, когда, я не знаю, заставляли ли вас носить на урок изо краски. И вот этот урок изо, это просто целое, как бы, приключение. Ты идёшь, ну не сказать, что с отдельным пакетом, но эту дурацкую клеёнку, там, бумагу, краски, кисточки, карандаши и так далее, баночку с водой. И вот пахнет вот этой засохшей гуашью в баночке. Есть немножко, есть такое ощущение. Очень странно. Да, такая, ну это прям, да. Я бы сказал, что, вот видишь, ты развил образ, связанный с художественным какой-то частью. А я разовью образ какой-то, знаешь, станционный смотритель. Это какая-то станция. Ну почему нет же. Не в Москве, не в крупном городе. А вот какая-то ты останавливаешься посреди поля. Нет, не посреди поля, в маленьком городке. И там рядом какие-нибудь склады, вот что-то такое промышленное. Это пахнет древесно, это может быть бут, это может быть пачули. Есть несколько такой дымок. Соглашусь, да. Ну, кстати, пахнет-то приятно довольно. Мне кажется, что там может быть в теории лапданом какой-то скрыт. Ну просто как бы вот, если уж докручивать пирамиду. У меня вот просто четкая ассоциация вот этой баночки с гуашью. Но если да, говорить про ноты. Да, похоже на гуашь вообще тоже, да. В принципе, там... Лапдан, мне кажется, теплый. Он добавляет жизни. А этот аромат для меня вот здесь жизни нет. Это заброшенная немножко станция. То есть на ней появляется там на 2 часа, я не знаю кто. Ну подожди, всяких рельсов, шпалов мне здесь вот нет. Нету, а мне рельса шпала. Нет. Поэтому я и думаю про ут пачули. Мне почему-то кажется... Древесный, триазотный, дымный. Это как бы так вот, как говорит моя подруга в качестве бреда. Мне кажется, здесь может быть ирис. Но он вот играет какой-то своей такой непонятной техногенной нотой. Точнее, гранью. Пойми меня правильно. Чуть-чуть, прям вот просто чуть-чуть меня отводит в акваготику. Но из-за контраста вот этой соли, как бы металличности, вот этой устрицы, да, с потом какой-то вот амброй, но почему-то чуть-чуть вот есть ассоциация. Ну, не подержу, где-то так очень далеко. Давай нанесем второй аромат, 3.2. А, ты думаешь так, да? Да, да. А, тогда надо делать так, собственно говоря, иначе мы собьемся. Ой! Ой! Какие странные ароматы. Ну, это очень сырые пачули тоже такие. Да, поддерживаю. Может быть, с лавандой немножко. Ну, это тоже пятая молекула чуть-чуть. Похоже, но для меня здесь больше каких-то смол еще. Не-не-не, знаешь, вот прям смолистый аромат. Вот это прям вот, когда есть дерево сосна, и вот с нее вот это иногда... Или не сосна, а вот другие как бы деревья. Ну, вот это плачет она вот, амбрит, собственно, какой-то спирт. Да, да. Да, есть немножко. Но мне очень знаком этот аромат. Для меня это аромат мокрой шерсти. Для меня это тоже немножко животное. И, конечно, это тараканье лапки. И, конечно, это клопы. И при этом ничего здесь отвратительного нет. Он мне даже приятен. Но это тоже на молекулы мне похоже. Вот тут должно быть много, мне кажется, анималики. Да, 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 да. И обратим внимание, какой-то ментоловый холодок есть немножко. Есть какая-то, мне кажется, то ли там шалфей, может быть, какой-то, то ли что-то такое. Я даже примерно не могу понять, что общего между этими двумя ароматами. Ну, как будто, кстати, да. Нет, это не он. Вот он у меня. Мешком, да, мешок вот с овощами каким-то. Картоном еще каким-то пахнет. Картоном? Да. Вот как, не помню, у тебя были или нет, эти картонные блотеры. У меня были. Да, у меня тоже были, да, в коробочке. Ну, какой-то вот тоже, хочется сказать, кашмиран, кукурузка. Но, знаешь, как будто бы пятая молекула, версия Ода Туалет. То есть, все-таки, поменьше вот этой влажности, плесени и так далее. Очень мне напоминает, что-то похожее было. Но это вот прямо очень сыро, свежим ботинком пахнет. Нет, первая, это вот чисто прям реально гуашь засохшая. Да, 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 есть. А этот? 3.2 мне даже нравится. Не представляю, что я такое буду носить. Ну, могло бы быть, но вот так сказал. Чудно, чудно. Ну, что это? Это опять, мы уже который раз подозреваем какие-то ингредиенты, а это все оказывается какая-то хравковая нишевая парфюмерия. А что думаешь тут? Как они связаны вот все-таки? Честно, я не понял. Я тоже. Я не могу сказать, что Майя написала. Пока не понимаю. Так. Ага, смотри, это один бренд, Frog Skin Parfum. Ага. Майя шарит за какие-то супер редкие бренды. Какого есть, жалко, что обычно такое не всегда интересно зрителям, но надеюсь, вам будет интересно познакомиться с темными брендами. Зато мы будем просвещаться, да, да. Ну, я, кстати, не всегда запоминаю, когда слышим множество. А я тоже, да, у меня вылетает. Ну, ладно, уж как пойдет, так пойдет. Два аромата. Black Ink. Ну, чернила. Мы про гуашь говорили. Да. И второй, металлические ноты, минералы, зеленый аккорд. Ну, ноты нам здесь ни о чем не говорят. Давай почитаем, что пишет Майя. Это, кстати, российский бренд. Интересно, я не слышал про него. Почему-то они уже давно ничего не выпускают. Эти штуки круто наслаиваются. И для меня довольно реалистично. В отличие от АКК, как будто мастер наливает краску, готовит место, наносит трансферы, начинает набивать татуировку. Вот в чем идея. Слушай, ну, видишь, ты был близок в свои ассоциации. Слушай, а у Яна Фролова не такие же флаконы? Ну, нет. А, окей, потому что мне казалось, что вот эти колбочки у тебя были какие-то фиолетовые. Ну, они вот тоже колбочки, да. Ну, не прям один. Окей, окей. Блин, ну и как тебе вот, давай такой промежуточный. У нас четыре аромата позади. Блин, ну я вот такое не... не хочется мне такое носить. Нет, носить тоже мне это не хочется. Может быть, иметь в отливантах, чтобы вот иногда так... Знакомо. Поражать гостей, не знаю. И да, просто вот иметь на случай, когда захочется звучать не как все, но в целом тоже, да, что-то такое мутноватенькое. Да, это как умут памяти в Гарри Поттере твоем любимом. Я вот посмотрел 5, 6, 6, 2, 7. А, правильно, я тоже в последнее время больше последние смотрю. Первые они детские, как бы. Да, 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 да. Вот, да, когда вот это... Да, 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 да. Ну, короче, то ли это испортилось немножко детское стволяно. Сейчас будем смотреть воспоминания Майя. Итак, ну что, четвертый. Четвертый. Как ты думаешь, Майя в этом смысле где-нибудь покажет нам парфюмерию с человеческим лицом или будет все 15 ароматов вот такие? Мне, в общем-то, кажется, что должна Майя была сделать что-то более приземленное. Но не в этот раз. Ой. Да, не в этот. Ниша. Крафт. Скорее всего, это крафт тоже какой-то, либо наш, либо зарубежный. Почему-то на старте, хочется сказать, овощной. Овощная есть, да, история. То ли ирисово-морковная, то ли прям вот как в Amazing Green, типа паприка заявлена. Или даже вот в духе бодипейнта. Да, но мягче, чем бодипейнт. Мягче, мягче, да. Но мне нравится идея с бодипейнтом, потому что здесь как будто бы есть зеленый перчик. Да. Но при этом я, блин, а какую-то главную ноту, мне кажется, мы не выделили. Очень знакомая какая-то. Для меня очень вайбит бодипейнт. Это не он, я думаю. Но вот знаешь, ощущение вот там, что, по-моему, перец с грушей, что ли, то есть груша такая сочная, хотя перец-то тоже сам по себе сочный, конечно. Но, да, вот ощущение вот этого болгарского перца прямо. Ты знаешь, чем больше в него внюхиваюсь, тем больше, мне кажется, что это больше похоже на какую-то такую нормативную нишу. Ну, то есть то, что могло стоять где-то в магазине, хотя он еще одной, конечно. Блин, ну я не знаю. Ну что это тоже может быть? Почули могут быть такие. Могут. Ну вот для меня... Почули, видишь, это такая многогранная. Которая, да. Во все щели что-нибудь там изменится. Я бы сказал, что может быть еще, но опять же чисто, знаешь, вот как бы мы же называем тут, вот мне хочется сказать, какой-то плющ там в пирамиде может быть. Плющ может быть. Может быть. А даже я вспомнил сейчас вот эту Эстуаре де Парфао. Да, да, да. У меня же был он, да. Ну то есть он такой экстремально зеленый. Да, он прям такой зеленый, но без ощущения... Нет, тут есть как бы свежесть, но она тебя не освежает. То есть он сочный, но нет вот ощущения, когда ты там 47-11 орошаешься. Не вот это. Нет фужерности какой-то такой легкой, да, знаешь, вот лаванда, чабреца, такого освежающего нет. Кстати, мне кажется, вот чабрец бы мог бы быть, но знаешь, как вот на фраге бывают большие нотки и поменьше. Вот чабрец был бы маленькой ноткой. Слушай, а давай смотри, бог с ним. В чем мы пытаемся угадать ноты в подборке, которая больше призвана... На фантазию. На нашей фантазии работать. Блин, я не знаю. Мне нравится идея с плющом. Для меня это так. Это какая-то площадка городская. Там недавно тоже покрасили стены, может быть, какой-то вот что-то такое техногенное, что-то такое происходит, какие-то бочки, асфальт, что-то такое. И по стене какой-то вот ползет плющ. Это не та зелень, которая делает меня счастливым. Окей, окей. В принципе, да. Ну, хотя площадку могу достроить как бы. Слушай, вот тебе... Давай я сейчас... Давай-давай странную ассоциацию. А тебе не кажется, что каким-то суперстранной стороной это немножко в бандитскую сторону немножко уносит? Как будто бы из бутилхиллолиновая кожа вот эта. Может быть гальбаном. Потому что чем дальше я нюхаю, тем мне даже напоминает какой-то, знаешь, отрыжку розы кожи. Вот уже остаток. А, ну понял, да. Прекрасный описание. Соглашусь про розу кожу, тогда у меня вот действительно герань как бы пришла. Может быть. Вот такой терпостью листа. Мне нехорошо в нем. Я спокойно, но мне оно абсолютно не нужно. Уши из синтетик джангл, как будто бы я могу... А мне еще вот Коппер Гарсоновский где-то там продажал. Ну смотри, это чуть ближе к тому, что как будто бы можно обнаружить на полках магазинов, но все так же далеко от желания поставить на мою полку. Но, мне тоже, справедливости ради, нас смотрят разные зрители. Я каждый раз думаю, как хорошо, что бывают люксовые подборки, бывают странные. Вот Майя, очевидно, такое любит. И я думаю, что Майя такая не одна. Так что я надеюсь, вот какие-то такие... У нас-то парф-кабьюти огромные. И инди-кидсы тоже им будет интересно. Ну, это Филиппа Сарченеля, кстати, на секундочку. О, твое. Да, но, кстати, я считаю, что мы его описали довольно неплохо. Смотри, аромат росы, ну, понятно, что роса ничем не пахнет. Кроме как вот этой какой-то зелени. Ну да. Свежести не хватило. Витиверчик, Пало Санта, дубовый мох. Какой прикольный флакон, он прям пушистый. Да, да, мне кажется, как облачь, когда я, ну, так засалился противно. Да, да. Это аромат-то мы не назвали название. Небиаденса. Туман. Слушай, я как будто бы... Ну, мне кажется, Сарченеля это твой бренд, не твой, как бы? У тебя же есть флаконы. Есть. Да, из новеньких, даже два. И хочется еще, но не все мне там нравится. Я не понимаю, он как бы имеет для меня потенциал или нет. Нет, мне там очень нравится Тубероза. Да, она хорошая. А так, ну, все вот эти ладанные темы, это, наверное, не мое. Прикольный визуал, конечно, и флаконов вообще. Да, да, и сам прикольный, и бренд прикольный. А ароматы делает Павлу Терренса. Да? Ты не знаешь? Это известная история. Прикинь, такой арт-арт, который делает Терренса. Ну, может быть, не все, но часть ароматов, в том числе, которая мне нравится. Открытие дня. Что для меня, ну, как-то вызывает уважение по отношению к Павлу. Молодец. Да, прикольно. Я, конечно, его не хочу носить. Нет, я тоже нет. Ну, интересно, и, смотри, давай так, нам засчитаем, что мы предположили, что это все-таки, ну, чуть-чуть более близкое к народу. Не, ну, это уже стоит в космотеке, да. Пошел там на Срединский бульвар, послушал, поэтому, да. Ну, вот интересный вкус ума, и такое все странное, нестандартное, такое. Вот для меня все это, вот, интересно, знаешь, в формате изучения. За тесты, да. И умеренно интересно. А вот носить, конечно, ну, я тебе сказал, мне хочется найти флаконы, которые мне хочется носить, а мне в последнее время хочется носить красоты, понятные, но если они нишевые, то чуть-чуть с чудинками. Нет, ну, а тут совсем такой, как бы, да. Ой. Вот уже ближе. Нормально. Да. Это ладан. Однозначно. Да. Ладан. Тоже хотел сказать. Ладан. Красивый. Он чем-то сдобрен. А я бы вот этот аромат назвал ладан и жвачка. А, да. Вот потому что Элдошный, он все-таки для меня чуть-чуть диссонанс. То есть там, по-моему, тебе тоже, как бы, ощущения нет прям ладан и жвачки, а тут прям реально ощущение, что ладан и бабл гам. А акватики тебе здесь нет немножко? Есть. Мне кажется, может быть, ощущение вот этой жвачки создается еще за счет каких-то вот таких солоноватых, чуть-чуть бурлящих этих акватических нот. У меня есть некое предположение про этот аромат. Давай. Это тоже похоже на Сарченеля. Аромат, собственно, который у меня есть. Вот у него вышел один Люси, а второй сейчас позволит. Ну, там что-то Люси, да-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У него такие огромные названия всегда. Я думаю, как Бессоновский филин. Да. Но я его называю Люськой. Люська! Дальчи Сама Солье, это он мне напоминает. Так, а почему тут Люся? Нет, Люся была в той же это. Вот, кстати, тоже хотите верить, хотите нет. Пока Саша не открыл амбру, я хотел сказать амбру. Потому что она иногда дает вот такую прям солоноватость. Пирамида, кстати, вот ты открыл, и визуализация появилась очень похожа. Он у меня есть, но не пойму. Флакон? Да, флакон есть. А, это же вот этот техногенный, да. Но он не техногенный, кстати. Нет, я имею в виду флакон. Да, да, да. Слушай, я не пойму, меня могло, конечно, унести. Знаешь, у меня такое бывает вдруг. О, кажется, что этот аромат, потом сможешь вращение этот аромат. Мои нейрончики, видимо, пострадали там на январских немножко от всяких праздников и безделья. Поэтому, не, вот то, что ты открыл, пирамида, похоже. Амбра, ладан, солоноватость. Ну, давай, да. Это какая-то такая обгреченная версия авиньона. Вот я сейчас подумал. Авиньон есть, и кашба, вот этот пиге. Где авиньон, это как будто бы остров, как вот елка, а сверху ее нарядили. Какой-то иокматикой. И чем-то сладким. Похож, похоже. Смотрим, как бы, тут я тебе больше доверюсь, но потому, что ты описываешь, я как бы соглашусь. Ну, это точно ладан, и это точно ладан, и это точно ладан, без всяких... Нет, блин, главное... Окей, этот аромат тоже у меня есть, и он для меня немножко похож на Сарченелевский, тот, который я сказал, это Дан Ле Блю Кипяти. Почти, да. Серж Лютанц. Да. Шикарный аромат. Ну, послушай, он тоже промадывает ладаную акватику. Так что, в общем-то, даже чуть-чуть обидно, что он мне не пришел в голову. Ну, вот я вот прям чувствовал, что где-то рядом. Да, мы очень рядом, да. Хочу что-то поставить в телевидении. Слушай, я тебе советую присмотреться к этому аромату, может быть, как-нибудь больше у меня, нанеси его на себя. Он очень красивый, но знаешь, что он очень красивый. Очень спокойный, такой не сильно долгий и немножко меланхоличный, что не позволяет мне его носить слишком часто, потому что я, знаете, замечаю, что я выбираю в основном ароматы более бодрящие, более создающие хорошее настроение. Понял. Хочу присмотреться к линейке, один бы поставил, но, честно, вот так прям... Мне чуть-чуть жаба душит. Сколько он там, 16? Ну, слушай, я его брал вот на каком-то из сайтов, типа, тысяч 10 он стоил. А, ну это ещё нормально. С 10 за сотку летанца, но углы я вообще считаю, что норм. Давай на твою 8, на мою 7. Давай. Тогда ещё два аромата. Давай, давай, давай. Ну всё, мы наконец-то вышли на поле чего-то приличного. Такого. Кажется, что да. О, какая интересная история. Ну, мне кажется, это цветы какие-то, пока что на старте. Они такие пыльцовые, ну и с зеленцовой. И прямо это ощущение такое, ты знаешь, грубо говоря, может быть, пудровости, мимозы. У меня просто нету пара нас бокалов одинаковых, поэтому я налил вот в эти. Там вода. Да, ты знаешь, для меня это прям такие цветы. Они очень жёлтые. И они прям граничат уже даже... Ну вот сейчас пойми меня правильно. Здесь нет ноты уринальности, но настолько вот они какие-то медово-сладко-пыльцовые, что прям вот уже прям вот задохнёшься. Вот помнишь, в солнцестоянии был момент, когда птичка была из человека сделана? Да. И там были цветы. Вот что такие войдут? А то есть вот как будто бы... Интересно, я сейчас немножко продолжу. Давай, давай. Солнцестояние. Смотри, мне нет, но когда ты начал говорить про цветы, мне тоже стало интересно. Смотри, как я его услышал. Во-первых, он очень прозрачный для меня. И когда я... Для тебя нет? Он прям вот, знаешь, ты прям просто утопаешь в этих фрезях и мимозе. Офигеть вообще. И в магнолии. Как будто мы два разных аромата слышим. Для меня здесь первая нота, когда я только нанёс, мне даже показалось, что там есть кисленькие какие-то фрукты или ягоды, но они быстро ушли. И мне показалось, что это... Я вообще, что хотел сказать, это дача медитейшн. Потому что у меня как будто бы создалось ощущение вот этих каких-то ягодного сбора. Типа как в Буадачай, кстати, от Кривейли. Но дальше он куда-то уходит вне. И на первый план для меня это дымный аромат. Поэтому если уж и говорить про твой образ, то это птичку подожгли. А, окей. Это следующий эпизод с солнцестояния, когда уже был медведь и да, все. Ой, я сейчас чихну. Мне... Подожди, подожди. Я хочу чихнуть, а мне не получается. Ну ладно, уж будем продолжать. Давай. Мне очень нравится. Ты знаешь, он и стеблевый. Ну давай, давай. Ну мне не получается. А ты знаешь, как вызвать-то? Вот так, как собачка, так чуть-чуть. Ну не прямо так, а вот так. Как бы... Ну мне помогает. Мне нет. Я знаю, как убрать. Лайфхак, вот тут надо начать. Видите, как у вас большой вероятностью не будет. Я язык к небу прижимаю вверх. Это может быть, ты знаешь, какая-то... Это сирень, в теории. Вот какие-то, знаешь, такие вот эти мартовские... Офигеть. Нет, нет. Сирень, это май. Я имею в виду вот эти весенние мимозы, сирени. То есть тебе он цветочный, короче? Да. Мне нет. Мне, конечно, интересно очень, что я прям за это так топлю, а сейчас там вообще ничего не будет цветочным. Ну, интересно. Смотри, точно нишевый. Но мне... Да. А ты тоже на нишу ставишь цветочный? Да, я бы поставил на нишу, потому что в люксе все-таки цветы другие. Но мне он сделан очень интеллигентно. Давай по нотам попробуем. Сирень прям точно сирень. Владом, как ни странно. Прям просто сирень. Вот она, знаешь, такая юная, ранняя. Не вот эти удушающие, как бы. Хотя, не знаю, может сирень удушающая. Блин, может быть, и... Может сирень удушающая. Может я так хочу чихнуть, что у меня нос уже как бы работает на выход, а не на вход. Ну, вообще нету цветов. Ну, давай посмотрим. Слушай, давай, да. Прям очень интересно. Потому что мне вот чем дальше, тем больше сиреневых. Я обожаю, когда мы сильно по-разному слышим какие-то ароматы. Так, ну, похоже, мы оба были как-то мимо. Пима по гулям. Да, я, кстати, хотел его послушать. Перец, чили, мак, темный шоколад. Старый выпуск. Болгарский перец. Не, наверное, зеленый. Главное, что перец мы говорили какое-то количество ароматов назад. Да. Ну, ладно, нет, с картинкой сложилось. Да. Но я все равно, ты знаешь, мне вот эта зелень... А я же говорил про стебли. У меня какая-то очень странная история с дешафурнскими старыми артизанами. Что злой волк я понюхал, и для меня это какая-то прозрачная водица. Для меня тоже, я ждал от него другого. Стоп, яман брулям, ну что-то такое вот прям совсем где-то незаметное. И уж, конечно... Ну, ладно, нет, я могу перец сейчас достроить, но все равно я его вижу больше через то, что я описывал. Вот эти срезанные стебли и какие-то весенние цветы. А я говорил дымок, да? Ну, дымок и ягоды, вообще все мимо. Ну, он какой-то прозрачный, как будто вот тулен, тулен, его тоже надо созреть, согреть. Чтобы перец созрел. Слушай, а как тебе темный шоколад, какао? Не-не, вот этот блок мимо меня. Корица, ваниль. И у меня с артизановскими дешафурами так не первый раз. С дешафурскими артизанами. Интересно, получится ли так, что ты в своей подборке соберешь такой образно, май без обид, трошачок, а у меня будет уже такая более конвенционально устаканившаяся спокойная. А у тебя будет сирень после дождя как раз. Блин, мне кажется, у меня на какой-то из этих ароматов, который был вначале, который крафтовый, мне кажется, у меня аллергия какая-то началась. Хорошо, что мы... Может быть. Необычно. Но мы реально приземляемся. Как бы идем уже посадка. Но не так просто этот аромат, как тебе может показаться. Но посадка в турбулентности, да? Да-да-да. Это чуть-чуть вайбит такой вот кока-колой мне. Я бы сказал, что это всякие, типа вот толу, бальзам, не знаю, и т.д. и т.п. Все, что с ними связано. Смолистый. Ощущение тоже вот когда с дерева, прям со ствола вот это стекает. А ты не значишь моё выражение лица? Тебе ут? Соглашусь. Для меня он больше шоколадный чуть-чуть. То есть вот есть ощущение... Кучи мне здесь нет. А мне есть. Для меня этот аромат как будто бы состоит из двух сегментов. Один это, как ты говоришь, приземляемся. И там тоже может быть какие-то красные ягоды. Он такой какой-то понятный. Такие какие-то, может быть, барбариски. Может быть, какие-то цветы типа розы. Или что-то такое леденцовое, короче. И на переднем плане, ты знаешь, я не могу сказать, что это прям куча. Но это, конечно, коровник. Потому что пахнет немножко парным молоком, коровьим телом, с немытой жопой. Ну, то есть не пахнет прям говно коровьим. Но видно, что эта корова, она не соблюдает гигиенические какие-то супер нормы. Она, в отличие от кошечки, там себя не вылизывает нигде. То есть запах коровника. Слушай, мне не особый. И в итоге это какая-то креманка с ягодным, простите, каким-нибудь пюре. Зачем-то ее едят в коровниках. Ты так хихикаешь, как будто я тебе про креманку с говном начал говорить. Я ждал этого. Но я приличный человек все-таки. Слушай, мне очень смолистый. Причем не хочется говорить прям ладан, а вот то ли амбра, то ли вот все эти лимии, бензоин. Как бы вот в эту сторону. Мне больше удовый все-таки. Уд, да. Мне кажется, здесь дорогой какой-нибудь уд. А мне кажется, он еще с такой вот колкостью шафрана. Шафран здесь, дай боже. А мне звенящего удового нету здесь. А мне кажется, шафран часто отвечает за то, чтобы уд стал звенящим. Он чуть-чуть такой искрящийся бурлист. Искрящийся бурлящийся бурлеск. Да. Когда ты из креманки ешь ягоды в коровнике. Да. Приятно. Дороза там тоже есть. Дороза. Чудная, чудная штука. Прикольно. Ну, давай подумаем. Я вот почему-то думал, что такой сережок могло бы быть. Могло бы, да. Могло. Я ставлю вот на шафран роза уд. Почули. Честно, вот повторюсь просто, чтобы мысль наконец-то сформулировать. Коровника мне не особо. Тут не особо есть коровника. Вполне себе. Я не скажу, что это прям прилизанный уд. Нет. Но даже есть вот ощущение чуть-чуть какао или вот шоколада. Не молочного. То есть это не как бы не прям вот это гурманика. Ну, нет, для меня нет прям ощущения какой-то вот... Короче, очень интересно. Нет, для меня скорее ощущение, что это такое, что это необычное. Но вот повторюсь, вот если в Найт у нас прям кучка, да, то здесь это скорее ощущение, вот знаешь, теплого, испаренный над домашней скотиной. Окей. Ты знаешь, когда они на холод их выгоняют, и они дышат, и у них такой вот... Блин, на холод я не знаю, потому что мы только летом выгоняем. Я тоже не знаю, но это фантазирую, что тоже выгоняют. Окей. Так, это, кстати, у нас... Ергиом. Ергиом. Смотри, действительно, гормота, которая в прорубис пьет, да. Полевые цветы. А называется-то лошадь. А рабианорс, да. Ну, видишь, мне в корову, а я в лошадь. Ну, слушай, правильно, парнокопытная скотина. Я, по-моему, даже в какой-то момент сказал, что пахнет скотиной даже. Да, 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 да. Ну, короче, не похвалишь, никто не похвалит. Мой самый новый парфкраш. При первом затесте в голове всплыла лошадь. Всплыла лошадь звучит пугающе. Ее мягкие губы и жесткая грива. Какая-то песня Лободы. Ее мягкие губы и ее жесткая грива. Хотя обычно я не воспринимаю чужие образы. Купила, и теперь мне представляется только лошадь сзади. Без говна. Ну, Майя, ну скажи, что мы с тобой на одной волне. Так нет, это я на одной волне. Ты там говорил про креманки с не пойми чем, а у меня все было чисто. Так, напомни, а у тебя какие ассоциации вызвал этот аромат? Ты говорил там вот это все ля-ля-ля, а я говорю, мне нет вот этой всякой фекальности. Ну, лошадь сзади, прости. А что у лошади? Без говна. Ну, а чем еще лошадь пахнет сзади, по-твоему? По-твоему, садить? Опа, лошади. Ну, к твоей лошади, ну вот, по-моему. Ну, она, может, чистая. Ну, прости уж, я как бы не вдавался в такие, прям, детали. Но у меня такое представление, что у скотина все-таки, как бы, не самые чистые попы. Короче, нет, мне кажется, что мы здесь были ближе с Майей, говножопусом любимым. Вот, поэтому... Какой ужас. Вот, ну, хорошо. Ну, слушай, знаешь так, пикантненько. Конечно. Мне уже хочется записывать вторую часть тоже. Друзья, спасибо вам за внимание. Все в инфобоксе. Все в инфобоксе. Майя, мы, прочие моменты полезные. Ну, скорее, давайте это... Предлагаю устроить флешмоб, и если Денис будет долго задерживать это видео, начинайте его терроризировать в комментариях. Ставьте реакции мне, эту какашечку. Ладно, спасибо тебе, не терпится записывать второе видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.